Как зародился ваш проект? И когда это случилось? Вообще, музыкой я стал заниматься еще, наверное, со школьных времен. Тогда, наверное, и зародился мой проект по имени Денис Разумный. Я рос, интересы менялись, приоритеты менялись, развивался. Сначала это была группа, которая называлась Разум. Мы ее сделали в городе Самара, где я проживал. Потом, в течение обстоятельств, сложилось так, что этот проект пришел к своему логическому завершению. И начался проект по имени Дик, Денис и компания. Такое более широкое понятие, бренд. И сейчас я выпускаю музыку, выпускаю треки именно под названием Денис Разумный или Дик в более таком широком, всеобъемлющем понятии. То есть, можно сказать, моя музыкальная карьера, известная аудитория или неизвестная аудитория, зародилась еще в школе. В школе я был известен, в масштабах школы. А дальше все длиной в жизни, оно все развивается, идет. И, я думаю, только в каком-то развивающемся мы состоянии сейчас находимся. У музыки нет начала и нет конца. У музыканта, у творца музыка длится всю жизнь. Поэтому проект зародился, как я зародился, как осознал себя в школе. И продолжаю себя осознавать и развивать. У каждого человека есть настоящие друзья. Есть ли они у вас? Ну, и раз у каждого человека, я же тоже человек. Конечно, у меня есть друзья, у меня есть близкие люди. Это мои и родные, и очень близкие круг друзей, с которыми мы давно идем или недавно приобретенные, но очень близкие люди мне. Я им доверяю. Это моя опора, это моя стена, это моя крепость. Конечно, у меня есть те люди, которые знают чуть больше, чем знают те люди, которые слушают мою музыку. Я думаю, что это нормально, то у каждого так. И я не исключение. Во что вы верили в ранние периоды вашего творчества? Да, как сказать, да и в ранние периоды моего творчества, и сейчас, и в будущие периоды моего творчества. Самое главное – это верить в себя, ничего не бояться, идти вперед к своей цели. Даже если кто-то тебя, может, не понимает или не поддерживает, нужно быть уверенным в том, что ты делаешь. Если ты знаешь, что ты хочешь донести, кому ты хочешь донести, то нужно обязательно это делать и не бояться. И верить в себя. Главное – верить в себя и верить в то, что есть люди, кому это нужно и кто хочет тебя слышать. Кто тебя услышит. Есть ли у вас любимая песня? Ну, смотря что вы имеете в виду. Если вы говорите про песню из моего репертуара, то любимая песня у музыканта, наверное, всегда та, над которой ты в данный момент работаешь. Я сейчас работаю над несколькими композициями, которые, возможно, в скором времени уже выйдут в свет. Может быть, ближе к осени мы еще там думаем с музыкантами и лейблами на этот счет. Вот у музыканта всегда любимая песня, над которой он работает, да. А так, в принципе, могу выделить, что та песня, с которой чаще всего я сейчас появляюсь на публике, это, наверное, «Харизма». Наверное, она любимая тоже в том числе. Хотя выделять какую-то одну – это, наверное, неправильно. Все любимые песни. Песни – это дети. Нельзя же сказать, что ты любишь какого-то ребенка больше, какого-то меньше. Правда? Вот и песни все любимые. Что для вас главное в жизни? Ну, для меня главное в жизни, наверное, как и для всех – это достижение поставленных целей, гармонии, в семье, здоровье близких, любовь, взаимная любовь. И чтобы каждый день имел смысл, наполнялся смыслом. Чтобы можно было назвать, что мы живем счастливую жизнь. Чтобы все вокруг были счастливы и на всех лицах вокруг были улыбки. Главное в жизни – это любовь. Когда выйдет ваш новый альбом? Ну, мой новый альбом не так давно выходил. Он вышел под самый Новый год. Считаю, он вышел в начале этого года. Еще не все синглы и песни прожили все свои этапы, поэтому есть еще над чем работать. Смысла пока в новом альбоме нет, но будут выходить новые синглы, из которых в определенный момент соберется новый альбом. Синглы уже в работе, все делается, все варится, жарится, все кипит. Работа не останавливается ни на минуту. Так что думаю, что те поклонники, кто ждут новинок, они их обязательно дождутся в обозримом будущем. Кто ваши любимые исполнители? Ну, на самом деле у меня большой список исполнителей, кого я уважаю, чье творчество я слушаю и перед кем я снимаю шляпу. В детстве я слушал Энигму, Дип Форест, Продиджи, Линду, музыку Максима Фадеева, Бьорк. Дальше я стал слушать других исполнителей. Строме мне очень нравится, ну, много всего интересного. Также мне еще очень нравится классическая музыка, слушаю Баха, Моцарта. Под каждое настроение есть своя музыка, всегда есть чем вдохновиться. Почему вы решили заняться именно музыкой? Музыкой заниматься не выбирают музык, выбирают людей, и у меня уже просто не было выбора. Вы знаете, обучался я изначально немножко на другом направлении, у меня были совершенно другие заложенные родителями перспективы по обучению, но все равно творчество и музыка взяла надо мной вверх и вывернули все наизнанку с ног на голову, и все пути пришли к музыке. Я считаю, что эта музыка выбрала меня, и я нахожусь на своем месте. Если бы я был, например, бизнесменом или менеджером или еще кем-то, наверное, я был бы не на своем месте. Музыка вовремя повернула все стрелки на рельсах моей жизни, чтобы я пришел к ней. Ваши ближайшие творческие планы? Ну, творческие планы, как я уже сказал, я занимаюсь музыкой, музыка не останавливается никогда. Я все время нахожусь в создании какого-то нового материала. Ожидаю, что в ближайшем будущем мы вернемся к визуализации песен в формате видеоклипов каких-то. Думаем все время об этом, рассуждаем, мыслим, ищем интересные идеи, возможности. Потому что сейчас время такое, в котором не только желание должно быть, но и возможности. Также в творческих планах я буду присутствовать на максимально большом количестве мероприятий, куда меня будут приглашать, где будут интересные события, в которых логично мое появление. Я буду участвовать на нескольких музыкальных премиях, на ивентах, на каких-то интересных открытиях, презентациях. И летом будет немножечко движника такого интересного. Творческие планы большие, как всегда. Но не надо все их раскрывать, поскольку, как говорится, в одной мудрой поговорке, если хочешь рассмешить Бога, расскажи им о своих планах. Творчество, 24 часа в сутки, музыка, движение вперед. Куда оно приведет, посмотрим, на то у нас есть еще время. Хотели бы вы в дальнейшем написать мемуары? Ну, не знаю, необычный такой вопрос. Возможно, когда у меня будет достаточно опыта за плечами, багажа жизненного, которым бы хотелось поделиться с людьми, возможно, я какой-то формат придумаю. Сейчас так жизнью своей все делятся в инстаграмах, во всяких соцсетях, поэтому и так все люди все видят, за всем наблюдают. Нет никаких практически секретов. Мемуары пишут, когда приходит время. Мое время для мемуаров еще однозначно не пришло. Я еще только в пути. Я считаю, что я только в каких-то началах начал. Несмотря на то, что есть большие результаты, эти результаты только база чего-то большого, к чему еще нужно идти, идти и добиваться. Поэтому для мемуаров можно написать только введение. В каких проектах вы еще заняты? Ну, вы имеете в виду творческие проекты? Ну, творческие проекты, в каких я во всяких занят. Занимаюсь музыкой со своими друзьями, коллегами, с музыкантами, делаю всяческие коллаборации музыкальные. Это тоже получается не только мой проект, а проект видения нескольких людей. Я пишу песни для других артистов, пишу слова для других артистов. Музыку помогаю очень большому, действительно статусному, серьезному артисту в творческой деятельности. Это Андрей Державин. Я, скажем так, его творческий консультант. Творческая опора и поддержка. Поэтому, несмотря на то, что я там нахожусь на бэкграунде, я считаюсь участником и проекта всего этого, и всей творческой деятельности, которая сейчас происходит с ним. Ну, еще иногда я занимаюсь фотографией и немножко видеопродакшеном. И всего понемножку, всего понемножку, как говорится, наш пострел везде поспел. Всегда стараюсь. Ну, основное у меня, это, конечно, моя музыка, мое творчество и то направление, которое мне больше приносит удовольствие и удовлетворение. Это, конечно же, сольное творчество, когда я выхожу на сцену, когда у меня есть диалог с моим слушателем, когда я вижу глаза этих людей, которые слушают мою музыку, аудитория моя. Это самое-самое лучшее чувство. Каким журналом и лейблом вы уже давали интервью? Ну, так сразу все они перечислишь. На самом деле, хвастаться не буду, это неправильно и некрасиво, но многим изданиям я уже давал интервью. И интернет-изданием, и видеоформат, и журнальный формат, и на радио я бывал много раз, и на телевидении. В том числе и даже на первом канале были какие-то маленькие фрагменты интервью, пока еще маленькие, но я думаю, что будут когда-то и побольше. Перечислять это будет очень долго и скучно, и неинтересно. Так, даже было несколько обложек, журналов за мою жизнь, но я думаю, что еще будут. Спасибо вам за вопросы, спасибо за то, что вы прослушали мои ответы, спасибо всем за интерес к моей музыке. Мне очень приятно то, что мы вместе. Мне очень приятно, что мы говорим на одном языке музыки, эмоций, чувств. То, что у нас похожие взгляды на жизнь, на ситуации, что у нас хорошее чувство юмора и умение пошутить над собой, самой иронии. Мы одно целое, вместе мы сила. Спасибо, что вы все мои дикие, разумные есть у меня. Я буду стараться радовать вас и продолжать радовать всю свою жизнь музыкой, чтобы у вас всегда было, чтобы послушать в плеере, чтобы всегда было, чтобы посмотреть с друзьями на ноутбуке или по телевизору. Спасибо, что мы есть друг у друга и спасибо за это интервью. Мне очень приятно, что это все происходит так. Всем хорошего дня, хорошего настроения, любите друг друга. Любовь – самое важное чувство – любовь и взаимопонимание.